Это программа День с толком. В студии Артём Гусельников. Приветствую всех, кто смотрит нас на телеканале и в Ютубе. Смотрите в этом выпуске. 9 выходных вот так из-за коронавируса предлагают начать ноябрь власти. Что об этом думают жители? Разгрузим дороги, успокоим водителей. В краевой столице открыли отремонтированный коммунальный мост. Реставрация объекта культурного наследия в Барнауле уходит в зиму. Что уже готово и что еще нуждается в обновлении. Из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в стране вице-премьер России Татьяна Голикова предложила временно посидеть дома и сделать нерабочими всю первую неделю ноября. Добавим, что из-за праздника мы бы и так работали только три дня. Но власти решили и на это время не приглашать людей в офисы и на производство. По словам Голиковой, даже такое непродолжительное затишье может помочь улучшить эпид-обстановку. В нашем телеграм-канале мы провели опрос, согласны ли барнаульцы сидеть дома всю неделю. На момент написания этого материала там проголосовало 300 человек. И что интересно, подавляющего мнения нет. А вот на улицах города у нас сложилось совсем другое впечатление. То есть выходить только за надобностью тогда, да? Я считаю, правильно. Потому что правительство заботится о нас. Я считаю, что прививки ставить надо. Отдых – это всегда приятная вещь. Мы работаем сегодня много. С утра до самого вечера практически все. Поэтому любая возможность для того, чтобы отдохнуть, воспринимается нами всеми на ура. Если все-таки будет эта нерабочая неделя, то дома будете сидеть или будете ходить, гулять? Конечно, будем сидеть дома. Если будем гулять, то только где-то на природе, вот в лесу. Называть его старым теперь сложно. В Барнауле сегодня торжественно открыли после ремонта коммунальный мост через Обь. Причем на месяц раньше обещанного срока. Автовладельцы ждали этого события почти два года. И вот свершилось. Подробности в видеосюжете. Пока здесь тихо и спокойно, но уже завтра будет поток машин. В 2018-м, после обследования моста, стало понятно, что дорожная часть находится в аварийном состоянии. И без ремонта не обойтись. Средства были выделены, а к 2019-му году утвержден проект и найден подрядчик. Дорожники работали в сложных условиях, но результат скоро могут оценить многие. На подходах было заменено 180 железобетонных балок. В результате ремонта мы еще заменили деформационные швы. При проезде люди оценят, они стали более комфортные. А еще на мосту восстановлено освещение, барьерное ограждение, тротуары. Со стороны Новоалтайска отремонтирован участок дороги в 11 километров. Особо отличившихся за время ремонта сегодня награждали и благодарили. Думаю, что не только я, но и все, кто по мосту будет в ближайшее время проезжать, возвращаясь к привычным своим маршрутам, будут мысленно наших дорожников благодарить. К слову, дорожники дали 12 лет гарантии на проезжую часть. Пояснив, с учетом большого трафика, ремонтировать полотно придется, но не столь масштабно. Первое сегодня по отремонтированному мосту доверили проехать дорожные техники, которая здесь работала. А уже сегодня вечером в 21.00 мост будет открыт для автомобилистов. Добавим, что из-за конструктивных особенностей моста для большегрузов, как и раньше, проезд будет закрыт. Татьяна Голубева, Алексей Фризин. День с толком. Предприятия края подверглись атаке мошенников. В поддельных письмах за подписью главы регионального Минздрава Дмитрия Попова они просят оплатить покупку вакцины от коронавируса. Так у компании Барнаул РТИ злоумышленники пытались выманить почти 700 миллионов рублей. В качестве получателя средств указана некая фирма «Стимул». Однако в письме фигурируют адресы данные правительства края. Леса Алтайского края стали меньше гореть. Об этом говорили сегодня в правительстве края. Оперативность тушения лесных пожаров в 5 лет составляет у нас 90%. Средняя площадь одного пожара не превышает 3 гектара, что является одним из лучших показателей в стране. В целом на совещании говорили о реализации федерального проекта сохранения лесов. В питомниках и лесосеменных центрах выращивают около 40 миллионов хвойных деревьев. Однако существуют и проблемы. Так, по словам замминистра, для этих целей ежегодно требуется не меньше 120 миллионов рублей, а фактическая сумма для работ не превышает 50%. Остальное должен добавить сам регион. На октябрьской сессии депутаты рассмотрят новые поправки в закон о предоставлении жилья сиротам. В частности, предлагается расширить условия для получения жилищных сертификатов без привязки к судебным решениям. Напомним, в начале года депутаты проголосовали за то, чтобы выросшие дети-сироты в принципе могли получать жилищные сертификаты, а не только готовые квартиры. По задумке это должно было существенно сдвинуть очередь. В крае сейчас ждут своего жилья около 6 тысяч детей-сирот. Сертификаты планировали выдавать всем, кто достиг 23 лет, способен к самостоятельной жизни и кто имел на руках документы из суда о предоставлении квартиры. Так вот, сейчас депутаты намерены отменить привязку к судебным решениям. А это, судя по практике, может сэкономить месяцы, если не годы времени. Добавим, что в 2021-м сертификат обеспечивает выдачу сироте более 600 тысяч рублей. Половина из краевого, половина из федерального бюджетов. В Барнауле впервые прошел краевой венозный форум. Его участники обсуждали проблему, которая обострилась в последние годы. Заболевание сосудов и образование тромбов. И все из-за коронавируса. Тему продолжит Дмитрий Дроздов. Нарушение ритма, боли в груди, одышка и даже потеря сознания. Симптомы заболеваний, набирающих обороты. В районные больницы все чаще обращаются пациенты с острой или хронической патологией сосудов. Причем возраст не имеет значения. Здесь проблема общая, глобальная. Это уменьшить риски смертей. Выставить программу, как лечить пациента. Как уменьшить именно сложное состояние. Заболевание венозными тромбоэмболическими осложнениями составляет 1-2 случая на 1000 населения в год. И это только выявленные среди тех, кто до врача дошел. Заболевание вен становится актуальной проблемой. Их симптомы выявляют у каждого второго жителя края. Во время пандемии коронавирус как раз повышает риски тромбозов. Этой теме и посвятили первый краевой форум, куда приехало больше 150 врачей. Медики говорят, важно не пропустить начальную стадию заболевания. Мы хотим врачам донести новейшую современную информацию, новые технологии в отношении диагностики, лечения, профилактики различных заболеваний сосудов. Ну и как следствие, узнав новые позиции, врачи будут лучше диагностировать и лечить, собственно говоря, наших пациентов. Медики обменялись опытом, провели мастер-классы и онлайн-трансляции с операционных. А в будущем врачи хотят создавать систему для молодых специалистов, чтобы те вовремя распознавали заболевания и не теряли время для лечения пациентов. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком. Кулинарными шедеврами сегодня могут похвастаться не только шеф-повара краевой столицы, но и осужденные алтайских колоний. Уже не первый год в местах не столь отдаленных учат готовить. В Международный день повара наша съемочная группа побывала на учебной кухне исправительных колоний. Наваристый борщ, котлеты на пару. Угощения незамысловатые, но всегда желанные. По крайней мере здесь за этими блюдами всегда очередь. Ценителей много, трижды в день осужденных кормят их коллеги. Я работаю поваром в столовой фокуре В1. Получил образование в местном ПТУ. Специальность мне понравилась на свободе. Для себя все равно готовилась, специальности не было. Здесь обучение в ПТУ получил много новых знаний для того, чтобы готовить лучше и вкуснее. Возможно, по освобождению эта профессия мне пригодится. Возможно, каким-то образом пересечется с моей дальнейшей жизнью. Готовить мне нравится. Нюансы искусства шеф-повара Илья изучает и здесь. Продукты нарезает тонко. Как велят мировые мастера. Ничуть не хуже, чем в городских кафе и столовых. Кстати, ножей в руках осужденного не боятся. За ними следят. Да и желающих воспользоваться ножом не по назначению нет. А зам кулинарного искусства профессиональные преподаватели обучают прямо в лечебно-исправительном учреждении. В группе 15 человек. До заключения я уже работал в сфере общественного питания, но без образования. Сейчас получаю образование, чтобы работать после освобождения по специальности. Буду повышать квалификацию. Обучающий курс рассчитан на 4 месяца. В распоряжении учеников класс и специальная лаборатория. По окончании они сдают выпускные экзамены. По положительной оценке им прислается квалификация повара 3-го разряда и профессия повара. Выдается сертификат установленного образца. После выхода на свободу экс-осужденные получат документы об образовании и смогут работать по профессии. Преимущественно в столовых. Чтобы попасть на кухню ресторана, мужчинам нужно будет повышать квалификацию. Может быть, когда-нибудь они накормят и вас. Валентина Аскерова, Иван Сухасыр. День с толком. Токари, каменщики, инженеры. Рабочих специальностей в Алтайском крае не хватает больше всего. В рамках проведения ярмарки вакансий сегодня в Барнауле обсудили ситуацию на рынке труда. Мы отмечаем дефицит кадров. С одной стороны, с другой стороны, есть формат высокой конкурентности этих кадров. Причем даже межрегиональный. Когда есть возможность высококвалифицированные рабочие кадры в другие регионы. Перехватывать назовем это так. Высокая востребованность в этой сфере связана с тем, что производство обновляют оборудование, для работы на котором требуются высококвалифицированные сотрудники. По словам участников круглого стола, среди которых были и представители власти, и эксперты, и работодатели, все чаще предприятия отправляют своих сотрудников на переподготовку. Вместе с тем на барнаульском рынке труда отмечают потребность и в других сферах. Развитие сервиса, высокотехнологического сектора в целом, IT-технологии, информационно-коммуникационной в целом технологии, вот в этом направлении. С общественным питанием, например, с гостиничным бизнесом, с туризмом, мы хорошо видим вот этот самый позитивный тренд на увеличение занятости. Кстати, еще один тренд времени не только рабочей компетенции, но и стремления к саморазвитию. А еще способность сотрудника к инициативам, ведению переговоров и адаптации к меняющимся условиям. Мед, горы и орехи – это список того, чем примечателен Алтай. Совсем скоро можно будет добавить и сыр. Одна из компаний региона создала новый вкус, объединив уже знакомое – сыр с кедровыми орехами. На производстве уверены, что он вполне может стать еще одной визитной карточкой края. Подробности далее. В небольшом селе Калманского района активно расширяют географию продукции. Сыры местного производства знают россияне от Владивостока до Санкт-Петербурга. Уже 20 лет в селе Заречие варят и плетут сыр. Небольшое производство, но оно смогло подключить к процессу даже соседние районы. Молоко здесь принимают из 40 сел – от жителей Калманского, Топчихинского, Тальменского и Шипуновского районов. Оттуда, к слову, и приезжают рабочие. Зарплата стабильная. Вот нам подняли зарплату. Месяца три назад нам подняли рубль. Приходится чему-то новому учиться? Ну, конечно. Потому что они оборудование новое привезли, учить будут. В производстве используют аппараты российский, турецкий, итальянский. Обязательно человеческие руки, которые невозможно заменить. Такую косичку машина не сплетет. Разница, что говорится, налицо. По большому счету, это наше классическое топленое масло, как наши деды делали всегда. То есть они топили масло, закладывали, и она хранилась годами. Следование традициям плюс современные технологии. В результате получается то, что удивляет россиян далеко за пределами края. Косички для родителей. Топленое масло, как у бабушки, сыр с паприкой и кедровым орехом для детей. Накормить наших маленьких потребителей, чтобы дети ели нашу продукцию. Развивать, скажем так, мы открыты для всех, чтобы каждый человек мог приехать нам на предприятие, убедиться, что мы действительно производим настоящие, хорошие продукты, его ответить. Из стопроцентного производства на Алтай остается 15. Остальное уходит за границы края. Качество позволяет. В планах оборудовать завод камерами для онлайн-трансляций, чтобы быть ближе к своему потребителю. Анастасия Наборщикова, Дмитрий Денисов. День с толком. Торги на реставрацию памятника федерального значения Краевого музея до сих пор не состоялись. Это прежде всего связано с удорожанием строительных материалов, пояснила Краевой министр культуры Елена Безрукова. Напомним, в мае этого года старейший музей Барнаула закрылся на глобальную реставрацию. По плану масштабные работы по обновлению здания должны завершиться в 2023-м. А в этом году Минстрой в качестве заказчика должен найти подрядчика. Всю работу оценили примерно в 500 миллионов рублей. Однако на торги никто не заявился. К сожалению, первый раз торги не состоялись. Алтайский край, так же, как и вся страна, попал в период, когда значительно подорожали строительные материалы. И поэтому в тех ценах, которые были определены, подрядчики воздержались от того, чтобы участвовать в торгах, к сожалению. И поэтому для того, чтобы выйти повторно на торги, заказчикам осуществляется пересчет цен с учетом коэффициентов. После этого объект будет вторично размещен на площадке для торгов. В ведомстве рассчитывают, что сроки из-за этого не сдвинутся. Напомним, в ходе работ сохранят и восстановят исторический корпус краеведческого. Часть здания, которая находится в глубине участка, изменится. А сама площадь музея увеличится чуть более, чем на треть. Стены стоят, кровля на месте. Объект культурного наследия на Интернациональной практически готов войти в зиму. В июне он обратил на себя внимание сломанным кирпичом, лежащим рядом. Горожане были уверены, старинное здание разбирают. Оказалось, напротив, ему дарят вторую жизнь. К слову, так везет далеко не каждому историческому объекту Барнаула. Кладем кирпичную кладку историческую, шлифуем его, восстанавливаем заново все. Речь о том самом кирпиче, который не давал покоя горожанам в середине июня. Тогда в социальных сетях обсуждали, что историческое здание планируется носить. Уже и кирпичи разобрали. Оказалось, убрать кладку требовалось для другой цели. Столкнулись с тем, что долгий период нам пришлось лечить сруб. Самое главное за кирпичной стенкой вот то, что находилось. Мы его полностью сохранили, мы его полностью весь очистили. И на данный момент идет уже сборка кирпича. До конца октября здесь планируют закрыть контур, то есть полностью завершить сборку крыши и отделку кирпичом. Так здание войдет в зиму, а уже после будут идти работы внутри объекта. Окончательно закончить реставрацию собираются осенью следующего года. Это, конечно, очень большие вложения, это трудозатраты. Мы видим, что действительно это не халтура, это действительно стремление сохранить, как было. И я так понимаю, что это, наверное, стоит больших денег. И огромное спасибо тем, кто вкладывает эти деньги в хорошую качественную реставрацию. Правда, много исторических зданий по-прежнему находятся в плачевном состоянии. К примеру, давно ждет своего часа дом купца Паскотинова. Объект огромной площади год от года буквально рушится на глазах горожан. Еще в 2015-м предприниматели говорили, чтобы его отреставрировать, нужно разобрать по кирпичику и заново собрать. Тогда речь шла о сотне тысяч рублей за квадратный метр. Но пока инвесторы с неохотой смотрят на этот памятник культуры, ставший туалетом под открытым небом. К тому же он находится в федеральной собственности. Несколько десятилетий в более-менее полуразрушенном состоянии он еще простоит. Но это не значит, что его надо в таком состоянии оставить, а еще подождет. Ни в коем случае. Его чем раньше начнут реставрировать, тем больше вероятность, что его все-таки отреставрируют и приведут в приличное состояние. И здесь можно будет что-то разместить, например, выгодное для бизнеса. Кто-то высказывает идею, что здесь можно сделать, например, казино. То есть перенести из сибирской монеты и горную зону сюда. Еще одна из идей – разместить в отреставрированном здании гостиницу для паломников. Предложений много, но реализовать их никто не торопится. Однако историк надеется, что однажды и этот памятник архитектуры будет обновлен и реконструирован. А после он мог бы приносить пользу города и был бы востребован не только у бомжей, но и у туристов. Татьяна Голубева, Алексей Фризин. День с толком. А на этом у меня все. Телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok